Сегодня, друзья, мы найдём самый страшный доедрический артефакт, который вам очень-очень хорошо поможет на первом уровне. И кое-что я вам расскажу, о чём до сих пор не знал. Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Отдельное огромнейшее, огромнейшее спасибо! Я хочу сказать вам, ребята, которые оставляют комментарии. Спасибо вам! Ну что, ребят, уровень у меня первый, и поехали! Сначала мы отправляемся... Да! Данстар! Данстар! Сначала, постоянно, ну то есть Данстар нам нужно. В Данстаре, друзья, мы отправляемся в местный паб, в местную таверну. Пик ветров. Это прохлятие! Не иначе! Мне нужно бежать из этого города! Прошу тебя, Иргнер, возьми себя в руки. Это всего лишь сны, Эрандур, ну, скажи ей! Послушай свою подругу. Это всего лишь сны, дорогая. Так, ну что, как вы поняли, нам нужен Эрандур. Нужно что-то. Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности, но, боюсь, я мало что могу для них сделать. Угу. Не смеши меня. Сны безобидные. В другой ситуации, я, может, и согласился бы с тобой, но... Но это необычные сны. Необычные. Эти видения вызывает владычица Даэдра Вермина, пожирающая воспоминания. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Данстара. Идем, нужно спешить. Да, и начинается ходячий кошмар. Вермина обитает в странном царстве под названием... Теперь, друзья, мы отправляемся... Вот туда. Побежали. Вот мы и на месте. Ну что? Прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об опасностях, которые ждут внутри. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ох, ребята, я помню когда-то. Когда-то, когда-то, давным-давно я нашел эту башню. И слышу что-то... Что-то звуки. И как давай искать рычаг. Блин. И нигде его нет. И я лазил, лазил, я не знаю. Тут, наверное, полчаса сидел. Ну, потом, только потом я понял, что это квестовый... Огоньком, значит. Может, слушайте, может, можно было просто огнем ее открыть и все. Хотя вряд ли. Хотя стоит проверить, да? Ну что ж, пошли. Теперь я покажу тебе источник кошмаров. Сюда. Ну-ка, покажи-ка. Покажи-ка в 2018-м источник кошмаров. Узри череп Порчи. Источник гористей Донстара. Да. Мы должны дойти до святая святых и разрушить его. Пошли. Нельзя терять время. Ну что ж, пошли. Ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. В самом конце квеста, друзья. Я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж, ты не оставляешь мне выбора. Поехали. Я, друзья, не стал вам все показывать, потому что, я думаю, вы уже все многие знаете. Просто я хочу рассказать за другое. Так. Давай, сначала этого мы с тобой ушатаем. Готов. Кстати, у них одеяние вермины, и оно уникально. Оно реально уникально. Так что я возьму его. Возьму, возьму. Я знал, Горяны и Торека. Они были моими друзьями. Ну что ж, пойдем. Снимем этот барьер. Вот он, вот он, этот артефакт. Атефакт ужасный и страшный. К тебе взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя? Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандура вернется против тебя? Убей его сейчас же. Убей его и утверди свою власть на черепе. Вермина приказывает тебе. Хорошо. Хорошо. Мы бьемся до последнего. Слушаем Вермину. Ты меня не обдоришь, жрец. Ты меня не обдоришь. Ну что, ребят. И вот он. Вот он, этот череп порча. Господи, что это такое вблизи? Это какой-то череп с костями. Точнее, с рогами. Во рту что-то непонятное. Боже. Забираем. И вот такой вот, друзья. Уникальный дайдрический артефакт. Череп порчи. 20 единиц урона. Плюс собранные у спящих людей сны увеличивают урон до 50. Но сколько, сколько снова можно собрать? Давайте проверим. Кстати, тут еще есть вот такой вот сундучок. С каким-то случайным лутом. Ну, на первом уровне довольно неплохо. В том заклинании удушение. Забираю. Это, кстати, удушение с клуба творчества. У меня есть отдельный плейлист. Зайдите, посмотрите. Ну что ж, давайте теперь воровать сны. Теперь, ребят, мы гуляем по ночам. И воруем сны. Пощититель. И вон, похититель снов. Самое главное, чтобы это все было в инвизе. О, да. За раз, за один раз. Мы воруем пять. Пять снов. Так, тут кто-то спит. Да. Стоп. Я, по-моему, промазал. Да. Потому что мне что-то ничего не добавилось. Да, я туда промазал. Десять. И наш ярл. Пятнадцать. Друзья, я сейчас... В селедьюде. И лучше всего... Лучше всего заходить в какие-то казармы, где много... Много солдат. Ночью спят. А вы в это время просто-напросто воруете. Сны. Также, друзья, очень много спящих в коллегии бардов. Семьдесят. Семьдесят пять. Интересно, что им снится? Наверное, что-то прекрасное. Сто девяносто пять, друзья. Сто девяносто пять. Вы представляете? У меня такое ощущение, что лимита нет. Серьезно. Двести. Так, кто меня видит? Двести пять. Да ладно. Кстати, смотрите. У меня же на треть мой посох просто-напросто разродился. Только за счет того, что мы просто забираем сны. Каменная крепость, друзья. Триста пять. И, как видите, мой посох уже практически разродился. Триста пять. Триста десять. Ну, короче, друзья, поехали дальше тестировать. Я так понял, что вы можете забирать сны просто бесконечно. Сейчас просто находите камень душа, заряжайте оружие. И погнали дальше. Так можно весь Скайрим просто-просто весь Скайрим. Господи, это можно всем людям в Скайриме. Навести кошмары. Так, ребят, ну что ж, давайте теперь протестируем череп порчи. Между прочим, в Oblivion и Daggerfall, это древние свитки 4 и 2, этот посох обладал, ну, другим эффектом, совершенно другим. То есть, как только вы кастуете на врага, то создавался клон врага, и клон начинал атаковать врага. То есть, это, представьте, как имбово, если, например, этот босс, вы создаете такого же босса, и они между собой начинают драться. Еще знаете, что я обратил? Внимание на то, что вам не обязательно целиться прям-прям-прям точного врага. Смотрите. Ну вот. Хотя здесь я попал. Явно попал. Или вот. Видели, я целился на дерево, а попал в нее. Я не знаю, обладает какой-то, какой-то, не знаю, самонаводящий эффект, что ли. Ладно, пойдемте дальше. Вот, друзья, смотрите, я навожу, например, на книгу. И попадаю в него. Странно, да? Оно как будто какой-то источник. Если ты недалеко от врага кастуешь данный посох, то он попадает. Он попадает. И этим этот посох дает свое преимущество. И обратите внимание, что зарядов очень много. Притом, это на первом уровне. Вы, конечно, скажете, можно найти на первом уровне... О, эпично! На первом уровне посох огня и посох огняных шаров. Но зарядов там намного меньше, друзья. Намного меньше. Обратите внимание, что заряды тратятся очень, очень медленно. Этим самым дает нам колоссальное преимущество. Черт, да? И он мгновенный. Это как электричество. То есть не нужно ждать, пока оно долетит. Очень быстро. Невероятно быстро. Так, тут, по-моему, есть босс. Но, к сожалению, данный посох эффективен только на сложности. В среднем на адепте, на эксперте. Но никак не на легенде. Потому что на легенде, к сожалению, он... Ну, вот, например, давайте я вам проверю. Вот у нас босс. Хоть и начальный уровень. Настройки, игра. И я включу легенду. Окей. Смотрим. Получится ли нам. Как видите, отнимает. Мало, мало, мало. Ну, честно говоря, если он будет так же думать долго, то мы этого главаря сейчас развалим прямо на легенде. Как видите, сны. Эпично добивание, которое не добило это. Ой, как часто бывает на легенде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мы его сбросили, друзья. Как мы его сбросили. Но это, друзья, не то, о чем я хотел вам показать. И то, что я узнал. Давайте сейчас покажу самую фичу. И сейчас, друзья, я вам покажу то, что я не знал. Вермина приказывает себе. Вермина приказывает. Друзья, и мы всегда, 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 всегда начинали убить. Ну, это лично я, друзья. И только сейчас. И только сейчас. Только сейчас. В этом прохождении. В этой. Еще раз получилось. Я понял, что можно его не убивать. И тогда получится у нас выбор. Понимаете? Я сколько играю, только узнал, что здесь есть выбор. Я не знаю, друзья, почему. Просто ждете. Пока жрец проводит ваш ритуал. Ждете, ждете. И ждете. Ничего не делайте. Ничего. Это мой сынок. Да, нужно подождать секунд. Не знаю, наверное, 20 на размышления. Прям, знаете, ну, ну, хочется подойти. Да? И совершить обряд. Но не нужно. Не удивляйся, что я не выгляжу счастливым. Этот храм давит на меня. Да. К сожалению, такой вот способ. Мы полностью избавляемся от черепа порчи. И все. Он нам не нужен. Но зато, друзья. А как насчет награды? Будучи скромным слугой Умары, я не владею большими богатствами. Но я могу предложить тебе нечто лучшее. Нечто лучшее. Дружбу. Дружбу. Я соорудил скромный алтарь Мары в превратном покое около входа. И вы, друзья, на первом уровне получаете очень мощного компаньона. Который очень круто хилит. Как себя, так и вас. Это Мах и очень-очень крутой Мах. Спасибо. Не благодари меня. Тебе удалось совершить настоящий подвиг для людей Данстара. Лучше всего отдать его и пойти, как говорится, по светлой стороне. Вот это, друзья, я не знал. Не знаю. Сделайте ваш выбор. Что вы выберете? Вы выберете посох или выберете Эрандура как компаньона? Очень мощного компаньона. Господи, вы посмотрите. У него даже из рук сочится магия. Я такого еще не видел ни у одного компаньона. Что это происходит? Черт, черт, друзья. Ладненько, сделайте ваш выбор в комментарии. Напишите или Эрандур, или я выбираю Череп Порчи. Все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Счастья вам и пока. Счастья вам и пока.